почему потому что вот мы нашли да потом помните наверно надо потянуть на себя зафиксировали вену да и под углом там около 45 у нас там правильно вот и под углом около 45 мы заводим вот а после этого до после этого мы начинаем двигать только катетер а иглу вот у нас то есть мы заводим до на ну она может не доходить до конца вот дальше она сюда фиксируется и очень важный момент очень важный момент очень важный маркер когда мы как понять вообще в вене мы или нет как только мы вколемся в вену у нас вот здесь появится круг сразу и мы точно знаем что мы вене все после этого дальше можно двигать только ну то есть зафиксируем фиксируем иглу вот эту часть и дальше мы двигаем по сути только катета нет меньше а это опять же капельницу шприцы допустим она уже в вене крышечку закрутили а теперь мы размотали капельницу и что мы открутили потекла кровь подержали не 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 там это все будет не так опять же вот он стоит а при приезжал не крыль от он будет нас насадил это не краска за это крышечка всегда зажимаешь вену выше всего ты получаешь но не чувствую вену то по-настоящему проваливаешь я не проколю это насквозь а ты думаешь что так не будет на самом деле не а ну очень легко а мы на базе что та людина а ну если он будет без сведомости то мы будем ну скажи за все что будет без сведомости а тут ты еще аж бегом там ты текло так да да я не тримаю тебе допомогу да тримай до шкири да поки не зафіксували цим то до шкири тримаем вот так ну не стоит оставлять никогда это я так ну потому что он болтается болтается если из обычного пластыря то есть можно купить специальные для этого а можно купить вот такие вот для пластыря они вот так вот прилепляются прямо типа но короче да суть вы поняли типа разрезаешь заводишь под эту и за оба ушка клеишь к коже вот так мама нибудь клеится к силикона и и для вашего мокрого числа то есть вот ну вот таким вот любой типа двухсторонней осушает тросе чек то что вот он там мы например перед сжимали он такой там чуть изогнута до его можно его на самом деле можно почти до упора так чтобы не было видно закрыть и мы можем пластырем еще надо уже понимать можно сделать там в том специальном пластырь у него здесь еще и подушечка то есть она типа не лет можно здесь с этой стороны и сверху с другой стороны у нас получится типа вот так и она закрыта вводим через розовую зеленую через цветную вводим в катетер почему мы таким образом мы когда в деле забирали игру там за звон заполнился кровью вот она там остановилась и скорее всего свернулась нам нужно это убрать оттуда кровь и потом сразу закрыть у нас получается из то что мы промыли и оставили туда кровь не затечет там вода стоит потому что у нас был момент пустоты когда мы вытащили игру ну как бы мы не заживали на самом деле вену там все равно она медленно затечет вот и нам нужно вот этот тромбик который там в трубочке образовался мы его подавляем он никуда не улетит не будет ситами под тромбой он сразу растворил не долетя до сердца растворится вот такую вот простую систему значит мы ищем там толстые толстые иглы это те будут ведь и чтобы что флакон и чаще всего вот к этой ближней еще вот такая штучка они бывают разные вот по сути это штука которая на себе собирают воздух например толка есть конденсатор значит есть всегда зажимчик вот и как правило на конце резиночка с иглой это игла если у нас стоит двенозный катетер нам не нужен вот значит я знаю что вы думаете там типа как же правило там стерильность это не затронуть конечно это нужно стараться делать аккуратно и делать только тогда когда типа мы вот там уже готовы ставить капельницу да но эту капельницу сейчас нужно зарядить потому что если мы вставим а потом ставим во флакон и начнем капать то мы загоним туда воздуху почему потому что тут был везде воздух вода начнет капать и выдавить этот воздух своим же давлением своим собственным давлением прямо вену вот вот эта штука типа должна это предупредить вот но так бывает не все это воздух может вызвать воздушную эмболию хотя ну скажем так миллилитр воздуха он почти ничего не везде то есть это надо реально загнать человека там ну достаточно много воздушная эмболия по сути это такой это закупорка веток легочной артерии потому что воздух ну там кровь должна протечь насытиться кислородом и утечь воздух он просто создаст пробку станет там но больше его часть на самом деле вот это например там 98 процентов растворить еще до попадания в легочную артерию вот намного страшнее это жировая эмболия и трон так значит флакон можно флакон надо будет держать ну не то что там так держать но я имею ввиду что когда мы будем этот или вот так капельку держим мы берем сначала вот эту иглу которая присоединена к шубочке вот и сильненько протыкаем флакончик вот эта штучка должна быть закрыта не нормально тогда она не будет течь и вторую иглу которую мы вставляем это воздушная игла потому что у нас же там типа вакуум герметично все заменять да ну типа жидкость утекает там будет флакон если он стеклянно например она просто не будет течь а если он пластик он будет сдавливаться до какого-то момента а потом перестанет сдавливаться и перестанет течь поэтому нам нужно открыть воздушечку ну так выходит через сей отверт заходит поветро туды да 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 теперь вот вот мы поставили воздушечку поставили этот значит вот эти вот штучки их можно вот так вот сделать нажать на нее и она наберется сразу капельницы сразу водичкой вот здесь вот после этого мы отставляем штуку от себя и вот тут же у нас воздух видите да открываем и дожидаемся пока у нас из конюжи не пойдет все пошла закрыли все мы готовы то есть вот видите капелька воды то есть мы подключим алексей я для вас повторю когда мы вот так вот все сделали на вторая вот тут у нас тут она наберется сразу вот или не сразу бывает что ну если это было закрыто вот нам нужно вот этот воздух нас не волнует то что он останется здесь а вот все что ниже нам нужно выгнать мы просто открываем выливаем просто куда-то в пространство и закрываем пока не потечет потекло значит мы можем набираем извицы мы от сюда не можем набирать это воздушку да я разумею она два поза мы говорили про то что наборить трошки из этого пакета ну я так разумею что без разницы языка а там можно загадить в третий а мне сказали что там два места биться шприцей а там ты каждый день можешь новый работать работать и они будут как по сначала какое-то время потом начнут конечно ну то то будь я куча стыну те поверхне там это по сути просто то есть